Печора разом пополнилась 35 тысячами новых обитателей. Нефтяная компания «Башнефтьполюс» на территории Неницкого округа выпустила в реку мальков ценной породы рыб, а именно сегов. Вес каждого не более грамма. На свет они появились в Троицко-Печорском районе. Это в республике Коми. Мальков в наш регион представители нефтяной компании доставили на вертолете, преодолев сотни километров. Сам процесс перевозки рыбы больше напоминал сложную спецоперацию. За операцией удалось понаблюдать и нашему корреспонденту Олегу Хатанзейскому. Не приглядевшись внимательно, сложно понять и увидеть, что в баке с водой кто-то плавает, а, между прочим, счет идет на тысячи. Этим малькам сега всего пару месяцев, но они уже готовы к самостоятельной жизни. Уникальным выращиванием рыб занимаются в деревне Еремеева. Здесь сеги, хариусы и другие виды рождаются, подрастают, а затем их отпускают на волю. Выживаемость во много раз больше, чем при... Допустим, в реке очень много хищников, много факторов, которые влияют на развитие икры. Температура, кислород, здесь все ровно, здесь все как бы под присмотром человека. Температура ровная, нет резких скачков. При искусственном выращивании 10-15% мальков выживают. Непосредственно при естественном процессе эта цифра в разы меньше. Большинство икры поедает хищная рыба, а до половозрелой стадии вообще выживают лишь единицы. При естественном единице, если мы выпустим, например, тысячу личин сега, у нас выживет там до такого размера, до грамм, ну пусть до 300-400 грамм, выживет пусть из тысячи рыб, всего 10 рыбок, 5 рыбок. А при искусственном, вот сейчас, который мы выпустим, там выживет до половозрелой стадии порядка около 50 штук. То есть 5 раз выше. Нефтяные компании в соответствии с российским законом должны компенсировать ущерб нанесенной природе. В частности, восстанавливать численность ценных пород рыб. 35 тысяч мальков сега специально вырастили по заказу общества «Башнефтьполюс». В пакеты с речной водой помещают мальков, затем насыщают кислородом. Это необходимо, чтобы рыба смогла перенести четырехчасовой полет на вертолете. Ценный груз доставляют на борт. Весь путь за мальками внимательно присматривают их теологи. Главное, чтобы во время полета температура воды не повысилась. Иначе рыбы могут погибнуть. Рядом с пакетами специально укладывают лед. Сотни километров преодолены благополучно. Вертолет садится рядом с деревней Щелина. Свободное плавание мальков отпустят неподалеку, в реке Сула. Это приток Печоры. Вот он тот самый момент, когда 35 тысяч мальков сега готовы выпустить в большую для них и новую жизнь. Осталось подождать всего лишь несколько минут, чтобы пакеты охладились до температуры, которая сейчас находится в реке Сула. Она, кстати, холодная. Ну и уже потом пожелать им счастливого пути. Счастливого пути! Рыбоводы утверждают, несмотря на малый вес, эта молоть добычи хищников не станет. Более того, СИК сможет дать потомство уже в следующем году. Так как осуществляем свою производственную деятельность в данном регионе, поэтому считаем, что ущерб, который может наноситься, который посчитан по методикам, должен быть восполнен непосредственно на территории НАУ. Поэтому мы здесь и искали место, согласовывали с Евпенро выпуск на территории НАУ. Весь процесс от начала до конца под контролем специальной комиссии, чтобы все было сделано по правилам и в необходимом месте. Делегация довольна. Все соответствует нормативным требованиям искусственного воспроизводства рыб. Можно спасибо еще сказать нефтяным компаниям, что они в счет ущерба, который наносится водным биологическим ресурсам, тратят свои деньги и зарыбляют нашу печору. Компания «Башнефтьполюс» работает на территории округа недавно, но это уже второе подобное мероприятие. И оно только малая часть корпоративной экологической программы. Олег Танзийский, Александр Усачев. Телеканал «Север», Республика Коми, Ненецкий автономный округ.